Всем привет! Сегодня мы поговорим об одной вещи, которая должна быть в каждой семье, а именно о тревожном чемоданчике. Мы живем в неспокойное время, напряженная мировая обстановка, кругом войны, стихийные бедствия, а ведь мы не знаем, когда и что может произойти, куда бежать и что делать в таких ситуациях. Лучше подготовиться заранее, ведь когда вы готовы, выжить легче и проще. Тревожный чемоданчик или тревожный комплект – это обобщенное определение базового набора вещей, необходимого каждому гражданскому человеку, чтобы выжить в любой экстремальной ситуации. Каким он должен быть? Об этом расскажем сегодня. Приветствую, на связи НьюСолдат. Мы начинаем. Что такое тревожный чемоданчик? Тревожный чемоданчик – это заранее подготовленный комплект вещей, которые собраны в рюкзаке. При любой чрезвычайной ситуации его можно быстро достать и проследовать в безопасное место. В общем виде представляет рюкзак объемом от 20 до 50 литров, в котором собран минимальный набор таких вещей, как одежда, продукты, инструменты и медикаменты. Все вещи должны быть по возможности новыми и периодически обновляться. Стоит помнить, что у продуктов и медикаментов имеется срок годности, поэтому в среднем один-два раза в месяц их необходимо проверять и заменять на новые. Далее приведем список вещей, которые должны быть у вас на случай непредвиденной ситуации. Ситуация может быть любой – от какой-либо техногенной катастрофы до мировой войны. Список не обязательно должен быть таким, он будет индивидуальным для каждого человека. Вы можете дополнить набор необходимых вещей или наоборот что-то исключить. Все зависит от ваших потребностей и возможностей, а также от той ситуации, которая может произойти. Список вещей, необходимых в тревожном чемоданчике. Первое – документы. Самым важным в нашем наборе являются документы, удостоверяющие личность. Вам необходимо сделать все основные копии документов, таких как паспорт, военный билет, свидетельство о рождении, права на управление транспортным средством и другие. Все это аккуратно свернуть и уложить в герметичный пакет и положить в легкодоступное место в рюкзаке. Неплохо было бы положить несколько фотографий родственников с их контактами. Не дай бог с вами случится что-то плохое, это поможет с ними связаться. В избежание проблем с госорганами не забудьте заверить копии документов у нотариуса. Второе – денежные средства. Дома всегда должны храниться наличные деньги на случай проблем с банками и банкоматами. Эту сумму каждый определяет для себя сам. Третье – карта местности. Как бы хорошо вы не знали свою местность, все равно стоит положить с собой карту. Она может пригодиться не только вам, но и вашим родным и близким. Не забудьте отработать с семьей все возможные пути эвакуации и пункты сбора, а также варианты экстренной связи. Четвертое – устройство для связи. Неплохо было бы положить с собой в рюкзак по простенькому телефону на каждого члена семьи и несколько сим-карт разных операторов связи. Неплохо было бы приобрести собственную рацию, а еще лучше по на группу людей. Во время войны сотовая связь вряд ли будет работать. Пятое – радиоприемник. Радиоприемник нужен как раз для того, чтобы узнавать, что творится в мире. Необходим небольшой приемник УКМ и FM-диапазона, а еще лучше тот, который заряжается от динамо-машины. Опять же, не полагайтесь на свой сотовый телефон с встроенным радиоприемником. Шестое – фонари. Необходимый атрибут для ночных и подземных переходов. Нужны как минимум обычный ручной фонарь, налобный и какой-нибудь запасной. Седьмое – компас. Один из основных приборов для ориентирования с картой. Неплохо было бы обучить им пользоваться всю семью. Какие у вас планы на ближайшие выходные? Подумайте о мероприятиях по спортивному ориентированию. Это хорошая практика. И реальная польза на будущее, и детям необычное развлечение. Попробуйте. А затем оставляйте комментарии под видео, как у вас все прошло. Восьмое – часы. Лучше всего механические, так как никакие излучения им не страшны. Будут спокойно себе работать. Только не забывайте их заводить. Самыми надежными часами на случай чрезвычайных ситуаций считаются командирские часы. Девятое – инструменты. Неплохо было бы иметь обычный мультитул, в котором есть уже все необходимые инструменты. Обычно он выглядит как складные пассатижи, в ручках которых спрятаны дополнительные инструменты. Нож, шило, пила, отвертка, ножницы и многое другое. Десятое – нож. Помимо мультитула, в наличии должен быть хороший нож. Одиннадцатое – если у вас нет хорошего большого ножа, можно взять с собой и небольшой топорик. Так и для самозащиты перед дикими животными и прочими опасными личностями. Рубить всех топором мы не призываем, но для устрашения неадекватов его применить можно. Двенадцатое – блокнот и карандаш. Помните анекдот? Американцы потратили миллионы долларов для изобретения ручки для космоса? Наши же ученые дали космонавтам карандаш. Очень поучительный анекдот. Какой бы ни была надежной ручкой, она все равно может отказать в самый неподходящий момент. А если карандаш сломается, наточил ножом и пиши дальше. Блокнот советуем взять непромокаемый. Последнее время много разных продается. Или храните обычный в герметичном пакете. Тринадцатое – ремкомплект. Самый минимум – это нитки, иголки, пару пуговок, клей-момент. Порвалась рубашка или джинсы – зашил. Проходилась обувь или отошла подошва – клей-момент всегда поможет. Четырнадцатое – рулон скотча или изоленты. Как гласит поговорка инженера, если есть изолента, значит можно все починить. Думается, что моток изоленты или скотча никогда не будет лишним. Пятнадцатое – шнур, веревка, паракорд, проволока. Что-то подвязать, привязать или связать неприятеля. Даже если лопнул шнурок на любимых берцах, его можно временно заменить, к примеру, паракордом. Шестнадцатое – аптечка первой необходимости. Количество лекарств, рассчитанное на оказание помощи не только себе, но и окружающим. Бинты, лейкопластырь, йод, вата. Активированный уголь при интоксикации, парацетамол как жаропонижающее, супрастин – аллергия, имодиум – диарея, фталозол при кишечной инфекции, альбоцит – глазные капли, антибиотики в порошках. Кроме того, в чемоданчике обязательно должны быть принимаемые вами на постоянной основе лекарства на неделю с указанием дозировки и способа применения. Семнадцатое – водка или медицинский спирт. Это все не для того, чтобы выпить, а, например, для обеззараживания раны или спирт может помочь вам развести огонь в сырую погоду. В общем, можно найти много вариантов его применения, но не стоит брать большие бутылки – грамм 100-150 вполне хватит. Восемнадцатое – запасная одежда. Надежная и удобная обувь – одежда. Нижнее белье – два комплекта. Носки хлопчатобумажные – две пары. Запасные штаны, водолазка или свитер, плащ-дождевик, вязаная шапка и перчатки, либо рукавицы. Девятнадцатое – пенка, коврик, спальник, палатка, тент, гамак. Берутся в зависимости от ситуации и времени года. Можно не хранить в рюкзаке, а по необходимости просто прицепить к нему снаружи. Двадцатое – дождевик для рюкзака. Если у рюкзака нет в комплекте дождевика, советую приобрести дополнительно, так как даже легкий дождь может намочить рюкзак и сделать его невыносимо тяжелым. Не говорю уже про вещи, которые в рюкзаке. Двадцать первое – принадлежности для детей. Если у вас маленькие дети, то нужно позаботиться о минимальном наборе и для них. Двадцать второе – гигиенические принадлежности. Несмотря на всю сложность сложившейся ситуации, гигиену нужно соблюдать. Зубная паста, щетки, мыло, полотенце – это необходимый минимум для каждого. Но не стоит забывать, что у мужчин своя гигиена, у женщин своя. Так что, дорогие женщины, вы сами знаете, что вам нужно. Но не стоит набирать косметику. Двадцать третье – средства для розжига огня. Спички – лучше туристические. Несколько зажигалок в разных карманах плюс одну в рюкзаке. Огниво – продаются в охотничьих магазинах. Увеличительное стекло – лупа. Сухое горючее, сухой спирт. Пара свечек. Двадцать четвертое – продукты питания. Продукты стоит приобретать длительного хранения. Отлично подойдут армейские сухпайки, которые рассчитаны на целый день на одного человека. Более подробно о них мы рассказывали в одном из предыдущих сюжетов. Если еще не смотрели, то посмотрите, это интересно. Или же можно самостоятельно составить следующий набор продуктов. Две-три банки хорошей тушенки, галеты, суповые пакеты, мясные или рыбные консервы. Если есть место, любая крупа, макароны, сухие овощные полуфабрикаты. Двадцать пятое – запас воды. Вода должна быть в запасе с учетом по 2-3 литра в день на одного члена семьи. Хранить ее можно как в обычных пластиковых бутылках, так и во флягах или в водной системе. Гидратор. Двадцать шестое – столовые принадлежности. Покушать взяли, попить взяли, а из чего и чем кушать. Крутые выживальщики, конечно, могут сделать посуду из чего угодно, но мы же не они. Необходим набор KLMN – кружка, ложка, миска, ножик – на каждого члена семьи. Двадцать седьмое – комплект аккумуляторов. Не стоит забывать, что все ваши гаджеты, фонарики и прочие электронные устройства нуждаются в зарядке и элементах питания. Для телефонов можно приобрести внешний универсальный аккумулятор, а для фонарей, фотоаппаратов – дополнительный комплект аккумуляторов. Все аккумуляторные батареи стоит упаковать так, чтобы они не замыкались друг об друга. Для этих целей рекомендуем приобрести специальные боксы, как на фотографии снизу. Они подходят как для батарей типа 2А, так и для типа 3А. На самих же аккумуляторах лучше не экономить и приобрести хорошие, которые долго держат заряд. Двадцать восьмое – семейные ценности, драгоценности, но только после упаковки самого необходимого. Двадцать девятое – оружие. Спорный вопрос. На ваше усмотрение. Если что-то упустили из виду или у вас имеются какие-либо дополнения, обязательно оставляйте их в комментариях. Вместе все обсудим. Помните легендарный фильм «Рэмбо» с участием Сильвестра Сталлона в главной роли? По сценарию у него был нож для выживания, который имел символическое название «Мишин». Он был специально изготовлен Джимми Лайлом, где была полая рукоятка для хранения аварийного запаса. Это был своего рода пиар-ход, после которого за изготовление такого типа ножей взялась большая часть производителей. Сегодня, спустя годы с момента выхода фильма, на полках магазинов можно найти огромное количество подобных изделий. Но перед тем, как выбрать для себя лучший нож для выживания, следует определиться, что именно вы собираетесь им делать в условиях экстремальной ситуации. А подобная ситуация, к слову, может произойти внезапно, и для этого не обязательно специально куда-то ехать. Форс-мажор может возникнуть даже в тот момент, когда вы просто вышли из машины по своим повседневным делам. Отметим сразу, что у этого вида ножей есть как сторонники, так и противники. Вторые приводят кучу доводов об их фактической бесполезности. Мол, зачем нужны все эти навороты, типа пилы на обухе, которые ничего толком не отпилишь, компаса, показывающего непонятно что, одноразового напильника, наза в пустотелой рукоятке и многое другое. В чем-то они и правы, но объективности ради следует помнить и о том, что это в первую очередь нож именно для выживания. Поэтому максимальная польза такого ножа проявляется непосредственно в самых экстремальных условиях. Поверьте, когда у вас под рукой не будет ни топора, ни пилы, то и эта с виду бесполезная пилочка сможет облегчить вам процесс выживания. Главная особенность ножей для выживания заключается в том, что они могут выполнять сразу несколько важных задач. Первое – добыча и приготовление еды. Инструмент позволяет повысить шансы наведения успешной охоты и помогает правильно разделать тушу животного. Второе – ремонт или полноценное сооружение временного укрытия. Нож применяется во время обрезания веток, выкапывания норы и обработки дерна, которые требуются для шалаша. Третий – самозащита. В этом случае его используют в качестве боевого оружия. И четвертое – разведение огня. Но давайте опять же будем объективными и разберем пару ситуаций, в которых вам может понадобиться такой нож. Вариант первый – выход из строя автомобиля в малонаселенной местности. Эта ситуация в принципе представляет собой верх абсурда. Почему? Да просто потому, что человек, отправляющийся в дальнее путешествие по малонаселенным районам на своем автомобиле и при этом не позаботившийся о наличии у него необходимого инвентаря, к коему можно отнести топор, автоинструмент, лопату, котелок, а также запас еды, воды и спичек. Такой человек, простите, но неадекватен по определению. Поэтому наличие ножа, пусть и универсального для выживания, ему уже вряд ли как-то поможет. Вариант второй – экспедиция, поход в труднодоступную местность. Универсальность ножа в походе также под сомнением, ведь нож нужен для разделки рыбы или мяса, нарезания чего-либо, но никак не рубки деревьев и хвороста и открывания консервных банок. Для этого нужен свой инструмент, иначе после нормально резать ножом уже не получится. Но и размеры, и вес ножа также критичны. В походе каждый лишний грамм на вес золота. И если уж и говорить о ноже в походе для разнообразных целей, то и ножей должно быть несколько – для резки и рубки хотя бы. И тут встает вопрос – может лучше взять небольшой нож и пилу или топорик? Мы уже не говорим про ножи выживания с неприкосновенным запасом в ножнах или рукояти. Просто-напросто, когда есть вероятность потерять нож и весь аварийный запас разом, рассчитывать на такой нас в походе не приходится. Для самообороны от диких животных нож, возможно, и подходит, но спросите сначала себя. А вы готовы биться один на один с волком или медведем, пусть даже и с супер-ножом выживания? Тут, наверное, лучше 12-го калибра еще ничего не придумали. Да и недаром говорят, что в тайгу, например, без ружья только самоубийца ходит. В целом, после вышесказанного остается пара вопросов. Во-первых, какая должна сложиться ситуация, чтобы вам реально пришлось выживать с помощью ножа? Именно ножа, а не топора или лопаты бороться за свою жизнь. И отсюда вытекает другой вопрос – а есть ли вообще ножи выживания? А как считаете вы? Не забудьте оставить свои комментарии под видео. Может быть, понятие нож выживания – это всего лишь маркетинговый ход, целью которого является увеличение продаж разного металлолома по завышенной цене, людям, чрезмерно обеспокоенным своей безопасностью, но при этом никогда не попадающим в вышеуказанную чрезвычайную ситуацию. После таких слов может показаться, что нож как инструмент для выживания не подходит. Но это, поверьте, не совсем так. Просто нож должен подходить именно вам. Выбор ножа – это очень личное и даже интимное занятие, ведь то, что подойдет одному человеку, совершенно неприемлемо для другого. При этом он может быть не основным инструментом, а вспомогательным, и удовлетворять некоторым требованиям, которые мы обязательно рассмотрим далее. Но сначала давайте пройдемся по стереотипам, которые витают в головах людей при выборе ножа для выживания. Первое – универсальный нож. Здесь уже все более-менее понятно. Нож не должен быть всеобъемлющим, он должен отвечать конкретным целям и здравому смыслу. Куча ненужных гаджетов, встроенных в нож, чаще всего абсолютно бесполезна и представляет собой только лишние понты. Второе – размер имеет значение. Многие думают, что большой нож – решение всех проблем. Но это далеко не так. Большой нож равно большой вес, а это уже неудобство в ношении и использовании для мелких и точных работ. Третье – прочный и неубиваемый нож. Эта стратегия идет в основном от американских ножеделов. Именно они позволяют нам видеть на рынке ножи с длиной клинка 30-35 см и толщиной обухов 5-7 мм. Такой нож, уверяют они, можно использовать в качестве лома, и ему ничего не будет. Это, конечно, понятно, но что делать, когда придется выполнять мелкие работы? Почистить или разделать рыбу, мясо или порезать что-то помельче? Наверняка это будет мучение. В любом случае, величина ножа – это дело хозяйское. Любители найдутся у каждой категории. Четвертое – высокая твердость стали. Многие считают, что чем прочнее нож, тем лучше, и что нож выживания должен резать наподобие алмазного резака. Это может и так, но что делать, если такой вот клинок затупится или выщербится во время похода или использования вдали от цивилизации? Подправить клинок из храмистой, высокоуглеродистой стали на коленке обычным камнем – как бы не так. Поэтому для ножа выживания есть смысл рассматривать сталь более поддающуюся самостоятельной правке. Пятое – качественные ножи есть только у известных брендов. Как бы не так, это именно тот случай, когда имя бренда почти ничего не решает. Многие известные производители скатились вниз и уступили место быстро развивающимся молодым компаниям, которые подстраиваются под рынок и увлекают клиентов новыми и интересными решениями. Разумеется, не все так просто, но, тем не менее, теперь при покупке ножа предложение столь велико, что останавливать свой взор на гигантах ножевого мира не стоит. Шестое. Хороший нож – это дорогой нож. На самом деле, хороший работящий нож можно купить и по вполне приемлемой цене, и он прослужит верой и правдой. А в случае утери или поломки не нужно будет сожалеть. Разумеется, такой нож не будет причиной хвостовства перед товарищами и не сможет притягивать взоры из-за своей исключительности, но все же это будет тот нож, который удобен и полезен именно вам. Да и интересно, а от чего может сделать такого дорогой нож, что не сможет обычный нож-работяга? Седьмое. В спецподразделениях и армии самые крутые ножи. Не совсем. Не стоит забывать, что ножи принимаются на вооружение в той или иной армии с подачи чиновников и прочих лиц, мягко говоря, имеющих посредственное отношение к использованию этих ножей. Поэтому главные критерии армейских ножей – дешевизна и прочность. А уж на последнем месте – эргономика и удобство. Какие еще стереотипы вы могли бы выделить в отношении ножей для выживания? Делитесь ими в комментариях под видео. Итак, по основным заблуждениям мы уже прошлись. Теперь перейдем к конкретным параметрам, по которым вы сможете выбрать свой нож выживания. Какие ножи отметаем сразу? Ножи для выживания. Как бы парадоксально это ни звучало. Речь идет о ножах с пустотелой рукоятью, в которой размещаются всякие полезности вроде лески с крючками или огниба. Тем не менее, такие ножи обладают двумя серьезными недостатками. Первый – ненадежность крепления лезвия к рукояти, благодаря чему они очень легко ломаются. Второе – неудобная форма рукояти, чаще всего круглая в сечении. Удобный или красивый? Попробуйте поработать некоторое время красивым рембоидным ножом. Очень скоро ваша рука устанет, а о качестве работы можно забыть. Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что удобство – это самая важная характеристика. Именно от нее будет зависеть количество полезности и удовольствия, которое вы получите от использования ножа. Сталь дамасская или китайская? Секрет дамасской стали утерян. Это факт. Когда-то наши предки успешно выживали с ножами из бронзы, по сравнению с которыми китайские ножи сделаны из алмаза. Это тоже факт. Не берите ножи тверже 60 по роквалу. Их очень трудно точить самостоятельно, особенно с помощью камня из реки. Сталь нержавеющая или углеродистая? При прочих равных нержавеющая менее подвержена коррозии, мягче и дороже. А углеродистая – тверже, дешевле и требует ухода. Тут уж выбор за вами, по вкусу и по карману. Моно или мультифункциональный? Больше функций – больше универсальности. Больше универсальности – больше неполноценности каждой отдельной функции. А еще ответьте на вопрос, зачем вам в лесу отвертка или ножницы? Так ли уж это важно? Тогда как с полноценным ножом можно даже срубить небольшое дерево. Пусть нож будет ножом, а не всем и ничем. Содной или накладной? Содные ножи в основном более удобные и легкие. Накладные – более надежные. Этот выбор не имеет критического значения, берите то, что нравится. Складной или фиксированный? Определенно фиксированный нож лучше. Он и удобнее, и надежнее. Правда, здесь есть еще и психологический момент. Людям проще кинуть в карман небольшой складник, чем крупный, привлекающий внимание фиксированный нож с ножнами. А значит, в экстремальной ситуации именно складной нож окажется ножом для выживания. Так что учитывайте и этот фактор при выборе. Большой или маленький? Это тот случай, когда не стоит впадать в крайности. 6-сантиметровым ножом сложно использовать технику батонинга, а 30-сантиметровым кукре – почистить овощи или разделать тушку животного. Идеальным является диапазон 10-15 сантиметров. А как насчет серейтера? Ножи с серейтерной заточкой хороши для перерезания веревок, а также для тех случаев, когда вы отправляетесь на природу на короткие сроки. Для заточки серейтерного ножа необходим специальный инструмент, которого у вас может не оказаться в нужный момент. Соответственно, при выборе учитывайте ваши цели. Если вы ходите только на выходные в пригородный лес, можно брать серейтер. Для месячной экспедиции в тайгу или амазонские джунгли нужно что-то попроще. В жизни бывают обстоятельства, при которых от человека требуется многое. При этом у него нет никакой возможности восполнить свои силы таким образом, как это обычно бывает. Голоден поел. Подобное случается с геологами, охотниками, туристами, но чаще всего с людьми военными. Независимо от своего местонахождения, боец должен быть сыт. Иначе он уже и не боец. И потому, одной из важнейших задач поддержания его боеспособности является адекватное продовольственное снабжение. Поэтому даже если вы просто решили увлечься туризмом, посмотрите сначала, что именно в пути будет далеко не лишним. Издавна практиковались разные методы обеспечения воинов, концентрированные не портящейся пищей. В поход с собой брали финики, изюм, сухари, сало, вяленое мясо. Так, по легенде. Бастурма поначалу была провизией только для дальних походов. Под седло помещали тонко порезанные пласты мяса. Она просаливалась потом лошади, лишнюю влагу выдавливал вес всадника. В итоге получался простой, питательный и не портящийся продукт. Или, например, азиатский курт. Соленый сушеный творог из верблюжьего, овечьего, коровьего молока в виде катышков. Имея в меню лишь его, кочевники покрывали огромные расстояния, не утрачивая сил и способности сражаться. Древние монголы дома варили овцу. Сушили и размалывали мясо и кости в порошок. И брали эти бульонные кубики россыпи в поход. На привале порошок сыпали в котел с кипятком. И похлебка готова. Иногда воин должен был ввести с собой месячный запас пищи. Это возможно лишь в том случае, если она компактна, высококалорийна и не портится. Как, например, какао у древних ацтеков. Император Монте-Сумо говорил, этот божественный напиток снимает усталость. Его чашка дает человеку силы идти целый день без пищи. В походе его воины имели при себе шарики из пасты какао. Шоколад и сегодня есть в рационе многих спецподразделений. Настоящим прорывом в деле создания походного питания стало консервирование продуктов, изобретенное французским поваром Апером. В 1795 году он получил от Наполеона приз в 12 тысяч франков, золотую медаль и звание благодетель человечества. А изобретение было тут же внедрено во французской армии. Британский благодетель человечества Дюрант пошел еще дальше. Первым начав в 1810 году делать банки из лужоной жести. Уже к 1820 году он буквально завалил консервами королевский флот. Основными потребителями консервов с тех пор во всем мире стали военные. Походная еда воина должна быть высококалорийной, готовой к употреблению, не требующая иных действий кроме открыл-съел, долгохранимой и, наконец, компактной. Появление такой формы носимого питания, как сухой паек или индивидуальный рацион питания было естественным. Порой думают, что это не весь какая гадость. Чего только не съешь, чтобы выжить. Но это не так. Сухпайки разных армий народов вполне калорийные и вкусные, хотя блюда порой и несут на себе национальный отпечаток. К примеру, южнокорейский паек содержит много риса и острой квашеной пекинской капусты. Скандинавам дают рыбу со сметаной и картошкой, а немцам много мяса. Стол бойца скрашивают десерт, сыр, сливки, шоколад, джем, кофе, печенье, всякие напитки. У литовцев даже фундук и натуральный мед. Рационы питания чаще всего выполнены по принципу сытны. Но некоторые имеют и элементы люкса. Так, французов балуют паштетом из оленины, ванильным пудингом и горячим шоколадом. Он также есть в рационе британцев, датчан и австралийцев. Как вам такое баловство? Делимся своим мнением. Оставляем комментарии под видео. Российский индивидуальный рацион питания имеет две основные разновидности. ИРП-Б, боевой ИРП-П, повседневный, с разными номерами. Каждый рассчитан на сутки, то есть на три приема пищи. По этому же пути идут немцы. Паек и Пиэй. Давай питание на сутки. У американцев иначе. На каждый прием пищи отдельный рацион, называемый меню. Всего их 24. В состав индивидуального рациона питания входят консервы мясные, тушеная свинина или говядина, колбасный фарш или паштет, каша перловая и гречневая с мясом или рисом, консервы рыбные, горох отварной или овощная икра, плавленый сыр, джем фруктовый или шоколадно-ореховая паста, хлебцы армейские или крекера, 200-300 грамм, чай растворимый с сахаром или кофе растворимый, как вариант напиток молочный, концентрат для напитка, от 30 до 60 грамм сахара, одно дрожжа поливитамина, 3 таблетки Акватапс для обеззараживания воды, соус томатный, перец, соль, разогреватель таганок, 4 таблетки сухого спирта, 5 ветроустойчивых спичек, консервный нож от 1 до 3 пластмассовых ложек, салфетки. Итого, вес 1625 грамм, энергетическая ценность 3360 килокалорий. Для сравнения, немецкая EPA 3400 килокалорий, совсем небольшая разница. Интересный факт, в 1900 году паек русского солдата имел 4325 килокалорий. Сухпайки содержат очень нужные компоненты, сахар, соль, глюкозу, витамины, а также спички. А порой вещи неожиданные. Зубочистки, зубные щетки, жевательную резинку, энергетический соляной набор, чистящую губку. Раньше в сухпайках некоторых стран были презервативы и сигареты, что немыслимо при нынешней борьбе против курения. В сухой паек не включаются продукты с особым режимом хранения, типа майонеза, жгучие специи, алкоголь, натуральный кофе, ядра абрикосовых косточек, кулинарные кондитерские жиры, экзотические фрукты и овощи, мнощиеся, скоропортящиеся и немытые, кондитерские изделия с высоким содержанием какао и кремовыми наполнителями. Пища в сухом пайке готова к употреблению, и при ножде ее можно есть холодной. На теплое или горячее она лучше усвоивается и согревает, и поэтому у солдата без котлового питания должна быть возможность свой сухпай разогреть. Это решается различными способами. При разогреве с помощью огня используется металлический таганок и сухой спирт. В беспламенном химическом нагревателе есть порошок, активно выделяющий тепло при контакте с водой. Воду в нагреватель либо заливают, либо она внутри уже есть. Внутри активированного пакета помещается еда, напиток, и через 5-6 минут блюдо готово. Таким способом можно греть пищу в любых погодных условиях, а умеючи даже в движении. Правда, сухпай с таким нагревателем вряд ли допустят к перевозке коммерческим авиатранспортом. Есть еще один очень древний продукт для особых обстоятельств. В казенной сухпайке он правда не входит. Это обыкновенное сало. Римские императоры даже законодательно заботились о снабжении им армии, чтобы легионеры имели достаточной энергии в своей трудной работе. Сало стояло и в первых строчках меню каменоломщиков. На карьерах знаменитого карарского мрамора, из которого был построен Древний Рим. Среди провианта на кораблях Колумба значительное место занимал запас сала. Долгохранимое, компактное и энергоемкое. 776 килокалорий на 100 грамм. Надолго придающее человеку силу. В нашем климате оно в разумных количествах совершенно необходимо. При боевых физических нагрузках в условиях холода суточная потребность в энергии доходит до 5500 килокалорий. На обычном сухпайке тут быстро пропадешь. Жиры самый емкий энергетический материал. В обычных условиях потребность в них составляет 50 грамм. При тяжелоспецифической работе в горах до 150 грамм в сутки. Но не более того. И помните, большая порция сала после голодания, тяжелый удар по поджелудочной железе. Соленая сала даже при плюсовых температурах хранится достаточно долго. И шмат в 2 килограмма пролежит у вас в течение 2-3 недель. То есть поможет вернуться домой из патовой ситуации. Пара слов о вкусах. Рационы очень различны, но среди них нет бездумно составленных. Российский индивидуальный рацион питания разработан с учетом опыта войн. И та же самая невкусная рыба в нем для того, чтобы поддержать в организме водно-солевой баланс. Ведь его нарушение может вывести человека из строя. А каша, да еще и с мясом. И питательно, и легко перевариваемо. Помните старую солдатскую поговорку? Русские прусских всегда бивали? А почему бивали? Потому что щида каша – пища наша. Горячий шоколад – это, конечно, вкусное. Шоколад вообще часто оставляют на самый крайний случай. Так сказать, энзе. Но тут надо помнить, что, например, на высотах более 3,5 тысяч миллиграмм шоколада и какао усваиваются плохо. В тех же горах крепкий чай, как и натуральный кофе, совершенно не нужен нервной системе. И без того, изможденный кислородным голоданием. Вот так-то. Выживание не просто так многие считают искусством. В нем, как и в любом другом искусстве, обязательно должен присутствовать оптимизм. А именно, вера в свое спасение. И маленькая творческая жилка. Да, все можно делать по инструкции. Ни на шаг не отходить от заданных схем и рекомендаций. Однако, большого успеха это может не принести. А можно взять кое-что за основу и развивать эту мысль, приспосабливая ее под вашу конкретную ситуацию. И с едой для выживания все обстоит точно так же. Можно питаться по вполне стандартному меню. Вариант меню 1. Завтрак. Горячая овсянка и горячий шоколад. Полдник. Мясной паштет, печенье с начинкой и без нее. Шоколад, шоколадная карамель, орехи с изюмом, конфеты на глюкозе. Основная еда. Куриный суп, гранулированное мясо, порошковое картофельное пюре, горох, яблочные хлопья. Вариант меню 2. Завтрак. Горячая овсянка и горячий шоколад. Ланч. Куриный паштет, печенье с начинкой и без. Шоколад, шоколадная карамель, орехи с изюмом, конфеты на глюкозе. Основная еда. Овощной суп, гранулированное мясо с карри. Вариант меню 3. Завтрак. Горячая овсянка и горячий шоколад. Полдник. Курино-свиной паштет, печенье с начинкой и без. Шоколад, шоколадная карамель, орехи с изюмом, конфеты на глюкозе Основная еда Суп из бычьих хвостиков, гранулированная баранина Порошковое картофельное пюре Горох, яблочные хлопья Вариант меню 4 Завтрак Горячая овсянка и горячий шоколад Полдник Ветчинный паштет Печенье с начинкой и без Шоколад, шоколадная карамель Орехи с изюмом, конфеты на глюкозе Основная еда Овощный суп Гранулированное мясо птицы Рис, горох, яблочно-абрикосовые хлопья В каждом варианте приведены арктические суточные рационы питания Британской морской пехоты Достаточные для поддержания высокой физической активности 4,5 тысячи килокалорий в сутки Эти рационы дают представление о том, какие продукты в принципе стоит брать с собой военный или обычный туристический поход Но! Продукты, списком которых мы с вами поделились выше Могут стать основой для самостоятельного творчества И чем черт не шутит Привести к довольно интересным результатам Именно так и было с универсальной пищей для походов Это рецепт авторства Сергея Рештакова В котором основные принципы подбора продуктов питания для походов Честно переплелись с древнейшими методами консервации Применяемыми еще нашими далекими предками В результате получилась еда с достаточной калорийностью Длительным сроком хранения и весьма приятным вкусом Собственно, именно поэтому автор и обозвал ее универсальной пищей для походов За основу был взят рецепт классического паштета и сала Который был творчески переработан и адаптирован под потребности выживальщиков и туристов Для приготовления этого полезного блюда нам понадобится Сало 450 грамм, без мясных прожилок, не соленое и не обжаренное Самое обычное сырое свиное сало Черный хлеб 450 грамм, без солода, без различных вкусовых добавок Можно даже изготовленный самостоятельно Плавленый сыр 450 грамм, именно сыр, а не сырный продукт Репчатый лук Две средние луковицы Чайная ложка сахара Столовая ложка соли Подсолнечное масло Красный и черный перец Четыре зубчика чеснока Зелень Хлеб нужно превратить в сухари Делать это естественным путем не обязательно Вполне можно высушить его в духовке Но в таком случае нужно следить, чтобы подпален не было С сала снимается шкурка А плавленый сыр предварительно выдерживается в морозилке Луковицы измельчаются и обжариваются на масле С небольшим добавлением сахара Получается карамелизированный лук Все эти ингредиенты, а также специи перемешиваются и дважды пропускаются через мясорубку Сначала через крупную ячейку, потом через мелкую Готовую пасту делят на порции и помещают на день в морозилку Собственно все Чтобы увеличить срок хранения, автор универсальной пищи для походов Рекомендует использовать сушеные специи и подсушенные в духовке сыр Что касается непосредственного употребления, то вариантов масса Можно просто есть из баночки Можно использовать для бутербродов Можно добавлять при жарке чего-либо Можно даже развести в кипятке и получить довольно вкусный бульон Действительно универсальная пища А секрет кроется в удачной комбинации продуктов Сало за счет высокой концентрации жиров прекрасный консервант, который не дает микробам размножаться на питьевой среде Лук и чеснок – источник фитонцидов, которые дополнительно противостоят микроорганизмам Перец и соль – натуральные консерванты Черный хлеб – источник углеводов, которые легко усваиваются Плавленый сыр – простой белок То есть в универсальной пище для походов высочайшее содержание белков, жиров и углеводов Которые, к тому же, весьма долго хранятся Как видите, в науке выживания всегда есть место творческому подходу И любой полезный рецепт может стать базой для собственного творчества Правда, не стоит забывать, что в некоторых случаях есть строжайшие правила Которые изменять по своему желанию нельзя Ибо это чревато еще большими проблемами, чем обычное нарушение Что касается всяких разносолов, которые все-таки в наборе выживальщика днем с огнем не сыщешь То тут важно помнить Походная пища – это пища для настоящих мужиков Грубая, простая, чаще всего без премудростей Зато вполне питательная еда для тех, кто занят трудной работой Выживание Ведь разносолы и деликатесы – это потом, когда дело сделано И мужчина возвращается домой, оставив позади особые обстоятельства Помните, какую бы вы еду с собой не брали Всегда оставляйте неприкосновенный ее запас Даже если это только орехи с изюмом, печенье, шоколад или специальный рацион Он поддержит ваши силы и позволит идти в течение суток Особые условия, в которых может оказаться человек, как правило, вызывают у него психологическую и эмоциональную напряженность Как следствие, у одних это сопровождается мобилизацией внутренних жизненных ресурсов У других – снижением или даже срывом работоспособности, ухудшением здоровья, физиологическими и психологическими стрессовыми явлениями Зависит это от индивидуальных особенностей организма, условий труда и воспитания, осведомленности о происходящих событиях и понимания степени опасности Во всех трудных ситуациях решающую роль играет моральная закалка и психическое состояние человека Они и определяют готовность к осознанным, уверенным и расчетливым действиям в любых критических моментах Но вначале сразу отметим Подготовиться к экстремальной ситуации, не выходя из зоны комфорта, невозможно Сколько бы вы не считали, что уже готовы, сколько бы не бегали трусцой в бронежилете Это может оказаться совсем не тем фактором, который поможет вам выжить Почему? Да просто потому, что в основе выживания лежит психологический феномен готовности выжить Природа создавала адаптационные механизмы именно для экстремальных ситуаций, а не для однообразной и скучной рутины повседневной жизни Одним из таких адаптационных механизмов является страх Современный человек привык избегать своих страхов и при этом, как ни странно, их культивировать Задача человека, ведущего целенаправленную подготовку к ситуации выживания – научиться управлять своими страхами А вы управляете своими страхами или они верховодят вами? Расскажите в комментариях под видео, как вам удалось их обуздать Самый большой страх – это страх смерти, физического уничтожения Поскольку от него избавиться невозможно, да и незачем, поскольку он является одним из механизмов защиты Однако можно взять его под контроль Каким образом? Погружая себя в ситуации контролируемого риска Прыжки с парашютом, хождение по стеклам и углям, боевые искусства Все это можно отнести к моделированию экстремальной ситуации Прохождение через дозированное воздействие страхом укрепляет психику и готовит ее к действительной ситуации выживания Разумеется, важность прикладных знаний никто не умаляет И все-таки умение управлять своими эмоциями – это краеугольный камень в подготовке к экстремальным ситуациям Очень важным навыком, требующим психологической подготовки, является хладнокровие при оказании первой помощи пострадавшим Из повседневной жизни вас в один миг могут выдернуть в окровавленную реальность Где будут оторванные ноги, кишки на асфальте и непередаваемый запах, который вам сейчас даже трудно представить Страшное ДТП или теракт? Какая разница, если вы не готовы ни к тому, ни к другому? Что вы будете делать, когда вокруг вас ползающие, ворочающиеся, стонущие люди все в крови? Убежите? Хлопнетесь в обморок? Или возьмете себя в руки и начнете работать с пострадавшими? Как вы считаете, каким будет ваше поведение? Расскажите в комментариях под видео В любом случае, выбор только за вами Попробуйте представить, что мир продолжает существовать, но только вас в нем нет Люди также беспокоятся о мелочном, делят ресурсы, смотрят кино и читают политические новости А для вас это уже все не важно, потому что вы мертвы Представьте это во всех подробностях, чтобы реально стало страшно, чтобы повеяло холодом, да мурашек по спине И когда вы это представите, то поймете, насколько глупо бояться неизбежного и беспокоиться о всякой ерунде, вроде курса доллара А потом вернитесь в себя сегодняшнего и продолжайте жить Еще один способ понять, что тут чего действительно стоит и главное, чего стоите вы сами, это замещение одного страха другим Например, страх смерти по силе воздействия на психику сопоставим со страхом, это невероятно, но публичного выступления Об этом хорошо знают профессиональные актеры Поэтому используйте каждую возможность укрепить свою эмоциональную сферу Каждый день ищите способы поработать над собой Даже если вы работаете в самом обычном скучном офисе Замечательно, используйте это Делайте публичные презентации, участвуйте в сложных переговорах, выходите на руководящие должности и учитесь управлять людьми Учитесь просто общаться, наконец Не в соцсетях, а лично Кто сказал, что умение договариваться с людьми не пригодится и без экстремальной ситуации, или даже уже после нее Кто-то спросит, как это мне поможет в лесу Друзья, пересмотрите это видео с самого начала и повнимательнее Ваши эмоции – это в сущности не ваши эмоции Вас приучили реагировать так-то и так-то на внешние воздействия Вас этому учили папа с мамой, потом в детском саду, затем в школе С 16 лет ваша психика, сформировавшаяся под влиянием других, окончательно затвердела и утратила гибкость Будьте честны перед собой Вы уже давно не воспринимаете новое, вы только находите аналогии в том, что узнали до 16 лет Вы реагируете без осознанности Вас это устраивает? Только честно Когда научитесь применять эмоции осознанно, то есть контролировать их Тогда поймете, что лес – это по сути самая дружественная ситуация выживания Там есть практически все необходимое для того, чтобы не просто выжить, а выжить с комфортом И мы об этом даже рассказывали в одном из наших предыдущих сюжетов Пересмотрите видео «7 советов, как выжить где угодно» Единственное, чего в лесу может не быть – это только вашего самообладания Ваши страхи могут вас жестко подставить и свести все приобретенные знания и навыки к нулю Поэтому сначала психика, потом прикладные навыки Само собой, рано или поздно вам придется выйти из офиса в лес и там шлифоваться в природной среде Подумайте еще вот над чем Человек, проживший в тайге большую часть жизни, в городе выжить не сможет Парадокс? Ничуть нет Важно правильно ставить себе задачу Какова задача? Правильно выжить Не конкретно в лесу или в пустыне, а выжить в любой ситуации То есть готовить себя надо не к жизни без электричества и горючей воды, а научиться включать адаптационные механизмы Второй способ замещения – тренировка актерских качеств или искусство перевоплощения Вы носите камуфляж и вам в нем комфортно? Вы молодец Попробуйте теперь походить в строгом костюме Притом чувствуйте себя в нем так же естественно, как и в камуфляже И наоборот Повседневность – наш злейший враг Но она же ваш лучший друг, если обратить зло в добро, инь в янь, а сунь в инь Однако этого мало Это только самый-самый первый шаг к мастерству Попробуйте создать альтернативную личность Создайте ее настолько отчетливо и подробно, насколько сможете Личность должна максимально отличаться от вас повседневного Внешний облик, привычки, реакция на действия и слова других людей – все должно быть иным Высший пилотаж, будучи в образе, пообщайтесь с людьми, которые вас знают И при этом сделайте так, чтобы они вас не смогли узнать Учителя восточных систем боевых искусств заставляли своих учеников просить милостыню в людных местах Нет, не за тем, чтобы поднять свой уровень материального благосостояния Делалось это за тем, чтобы расширить представление ученика о самом себе Сломать его стереотипы о том, что правильно, а что неправильно Что он такой-то и такой-то, а не другой Так что в путь Времени наживания соплей у вас нет Тут уместно задать вопрос, как узнать, что вы достигли результата Главный критерий оценки – внутренняя уверенность в своих действиях Не самоуверенность, а именно уверенность Особое ощущение правильности, возникающее при выполнении того или иного действия В экстремальной ситуации это действие выполняется или в мирной жизни Эта уверенность и есть часть феномена под названием «готовность выжить» Ну и напоследок небольшая инструкция, как вести себя в ситуации непосредственной опасности Например, если на вас напали, следуйте следующим правилам Первое – оценка Попробуйте оценить человека перед вами Физическую форму и психическое состояние Особенности поведения и внешности Для дачи показаний после происшествия Вы можете переоценить возможности Как свои, так и нападающего Например, человек может находиться в алкогольном или наркотическом опьянении И быть слабее, чем кажется Второе – самообладание Нападения обычно совершаются с целью ограбления или демонстрации собственного превосходства Любая аффективная реакция, скорее всего, покажет нападающему, что вы дестабилизированы И это точно не даст вам преимущества Лучше всего демонстрировать уверенность и казаться как можно спокойнее Третье – приоритеты В разных ситуациях нужно определить свои приоритеты То есть, если вам угрожают оружием, то лучше расстаться с ценными вещами, чем с жизнью Четвертое – подготовка Если вы решили пользоваться средствами самозащиты, заранее убедитесь в их исправности, удобстве и быстроте доступа к ним Ознакомьтесь с правилами и особенностями их использования О некоторых из них мы уже рассказывали раньше Пересмотрите видео «6 способов самообороны» «Пособие как не стать жертвой» Люди без специальной подготовки в экстремальных ситуациях часто реагируют неадекватно Наш мозг по умолчанию предполагает три опции – бей, беги, замри Вы знаете, какую реакцию использует ваша психика в критических ситуациях? Если у животных эти реакции находятся на уровне инстинктов и ежедневно оттачиваются до совершенства, то у людей они часто ведут не к спасению, а наоборот Бей превращается в эффективное и не всегда эффективное нападение Беги – в бегство с отключением инстинкта самосохранения А замри – представляет нападающему свободное поле для действий К тому же животные практикуют не только реакцию замри, но и отомри Люди же могут сохранять замирание через месяцы и годы после случившегося, страдая от панических атак и стрессовых расстройств Нельзя винить себя за неверную реакцию и за произошедшее В нападении, изнасиловании, убийстве всегда виноват только преступник Но можно облегчить возможные последствия Позаботиться о своих знаниях, что вы уже сделали, посмотрев это видео Получить специальную подготовку, курсы самообороны, переговоров, первой помощи и так далее Чтобы суметь воспользоваться полученными знаниями и навыками, вам следует тренировать их в нейтральных условиях Тогда вы сможете полагаться на отточенные автоматические действия, что поможет отстоять себя и выйти ситуации с меньшими потерями На этом все Будьте готовы ко всему и расскажите о нас своим друзьям Это видео может быть полезным и для них А вместе с ними подпишитесь на наш канал, если вы еще этого не сделали И ждите много новых и полезных материалов Мы уже готовим их для вас Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok